Всем добрейшего времени суток дорогие друзья! Приветствую вас в моей скромной таверне любителей компьютерного железа. За эту неделю произошло очень много интересных событий. Вскрылись новые подробности про Intel Alder Lake и про дату анонса новых видеокарт RTX 3000. А также все больше информации появляется про новые райзены. Например на этой неделе стали известны характеристики флагмана Ryzen 9 4950X. Ну а перед тем как мы перейдем к воскресному выпуску новостей, не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе всех новостей из мира технологий. А начать я хочу с самого интересного. На этой неделе веб-издание Gamers Nexus выяснило точную дату анонса следующего поколения игровых видеокарт Nvidia. Согласно данным, которые они получили от партнеров зеленого чекмейкера, официальная презентация 3D-ускорителей GeForce RTX 3000 состоится 9 сентября. Однако не уточняется, когда именно новые видеокарты появятся на полках магазинов. В качестве даты релиза первых GeForce RTX 3000 азиатские источники ранее указывали 17 сентября. Но как бы там ни было, ждать осталось совсем недолго. А о приближении анонса будет свидетельствовать растущее число утечек. А вот из красного лагеря прилетела утечка о той самой BigNavi. Стало известно, что новые видеокарты получат 7-нанометровый графический чип AMD Sienna Chichlit, который физически содержит 80 вычислительных блоков и 5120 потоковых процессоров. С другой стороны, это не значит, что гипотетическая видеокарта AMD Radeon RX 6900 XT будет оперировать 5120 шейдерами. В ней чипмейкер может использовать урезанную версию чипа, соблюдая баланс между себестоимостью GPU и его привлекательностью для конечного потребителя. Ну а ждать подтверждения осталось уже недолго. AMD обещает выпустить новую видеокарту уже до конца этого года. А вот про переход на DDR5 начинает всплывать все больше утечек. Как сообщает портал видеокарт, со ссылкой на свои анонимные источники, грядущее семейство настольных процессоров Alder Lake S получит двухканальный контроллер DDR5. Эти чипы будут использовать гибридную технологию с большими и малыми ядрами. Также специально для них разрабатывается новое гнездо LGA1700. Предположительно дебют Alder Lake S состоится в конце 2021 года или в начале 2022, вместе с материнскими платами с чипсетом 600 серии. Ну а до конца года компания AMD намерена таки выпустить десктопные процессоры Ryzen 4000, под названием Vermeer. Они будут построены на базе 7-нм микроархитектуры Zen 3. Чипмейкеры уже долгое время тестируют инженерные образцы новых CPU. Причем свежие экземпляры по частотным характеристикам начинают обходить аналоги семейства Ryzen 3000. Об одном из таких процессоров рассказал главный редактор веб-издания Игор Слав. Через собственные источники он выяснил маркировку еще одного экземпляра CPU Vermeer. Данный образец оперирует 16 ядрами Zen 3 с поддержкой SMT и работает на частоте от 3.5 до 4.8 ГГц в динамическом разгоне. Для сравнения нынешний Ryzen 9 3950X функционирует на 3.5 и 3.4.7 ГГц. При этом ранее чипмейкер тестировал 16 ядерные образцы Vermeer с частотой от 3.7 до 4.6 ГГц. Данная новость может порадовать практически приближенным значением к отметке 5 ГГц. И если у компании AMD получится взять эту планку, то это неплохо сыграет им на руку в плане маркетинга. А тем временем по Intel очень сильно ударил Китай. Стало известно, что на прошлой неделе в патентном комитете государственного ведомства интеллектуальной собственности Китая состоялось слушание между китайским филиалом Intel China Limited и Институтом микроэлектроники Китайской академии наук. Дело в том, что в 2018 году Институт микроэлектроники возбудил иск о нарушении патентных прав против Intel. Речь идет о патенте FinFed. Этот патент был оформлен Институтом еще в 2011 году. А как мы знаем, Intel активно использует технологию полевых транзисторов с вертикальным затвором в своих процессорах, начиная с поколения EVBridge, которые выходили с 2012 года. Китайские патентообладатели требуют у Intel 200 миллионов юаней, что примерно равняется 28,6 миллионам долларов США. Дело уже несколько раз заслушалось в китайских и американских инстанциях. Но похоже, что Intel затягивает как может время в этом споре. Потому что по оценкам экспертов, процессорный гигант имеет минимальные шансы на успех. А в случае проигрыша Intel ожидает не только штраф, но и возможный запрет на реализацию продукции в Китае. На самом деле сумма в 30 миллионов долларов не способна нанести Intel сколь-либо значимый ущерб на фоне годовой выручки в 70-75 миллиардов долларов. А вот потеря крупнейшего мирового рынка будет куда болезненнее. Intel открыто объявила вознаграждение для друзей компании, которые могут помочь склонить чашу весов в сторону чипмейкера. А тем временем компания Apple обновила свои iMac, и теперь в них нельзя будет заменить SSD, так как он распаян прямо в плату. А внешне обновленный Apple iMac 27 ничем не отличается от предшественника. Система оснащается уже знакомым экраном Retina 5K, но в ее основе лежит платформа Intel Comet Lake S. Топовая конфигурация предлагает процессор Core i9-10910, 128 гигабайт оперативной памяти и 8-терабайтный SSD. А за обработку графики отвечает один из адаптеров AMD Radeon Pro 5000, основанных на 7 нм в виде ядра Navi. Но не успела AMD выпустить первые видеокарты с графическим ядром Navi 21, как в сети начинают появляться сведения о GPU на будущих архитектурах RDNA. Согласно новой утечке, специалисты Radeon Technologies Group уже трудятся над процессором Navi 41. Это видеоядро будет изготавливаться по 5-нм или более тонкому техпроцессу и ляжет в основу графических карт Navi 40, релиз которых состоится не раньше 2022 года. Кроме того, в семейство графических решений AMD Navi 20 войдет ядро Navi 24. Данный GPU будет использоваться в преемниках карт Radeon RX 5500 XT и дебютирует только в следующем году. Отметим, что ранее AMD пообещала перевести на графическую архитектуру RDNA 2 всю линейку потребительских видеокарт, начав с так называемого большого Navi или Navi 21. Чиррелиз состоится до конца этого года. Если говорить о большом Navi, то этот GPU послужит основой как минимум двум игровым видеокартам. В случае флагманского решения будет использоваться 16 гигабайт памяти GDDR6 с 512-разрядной шиной, а при топ получит 12 гигабайт GDDR6 с 384-битной шиной. А теперь самая странная новость за всю историю процессоров. Как думаете, что связывают процессоры Intel Core K-серии и персонажей комиксов Marvel? На первый взгляд совсем ничего, однако Intel все-таки решила выпустить лимитированные версии оверклокерских процессоров 10-го поколения под названием Avengers Edition. В конце июля процессоры с суффиксом KR рассекретят литовский ритейлер, а теперь они были замечены во вьетнамском онлайн-магазине. От выпущенных ранее CPU чипы KA-серии отличаются как минимум красочной упаковкой с изображением героев Marvel. А технические характеристики новинок, согласно имеющимся данным, будут полностью унаследованы от их уже имеющихся в продаже камней. В число моделей Avengers Edition, замеченных во Вьетнаме, входят Core i9-10900KA и Core i9-10850KA. А вот США очень уверенно решила вернуть на родину производство полупроводников. Как мы знаем, основные мощности этой индустрии сосредоточены в Азии. Несколько компаний расположено на Тайване, включая нынешнего лидера TSMC. В Южной Корее базируется второй гигант Samsung Electronics, а за последние пару лет небывалыми темпами развивается Китай. В этой ситуации США становится зависима от иностранных поставок, и правительство занято решением этого вопроса, особенно на фоне торговой войны с Китаем. Тем более промахи Intel последних лет уже формируются в настоящий ком, что также волнует американских политиков. Некоторые группы в Конгрессе США недавно инициировали законопроект, который направит деньги налогоплательщиков на развитие внутреннего производства микросхем. Речь идет о прямых инвестициях на сумму 25 миллиардов долларов в исследования и индустриальные мощности национального производителя. Помимо этого, в следующем году начнется строительство фабрики TSMC в Аризоне, что также положительно отразится на курингтноспособность США. Ну и на этом выпуск новостей подходит к концу. Если вам понравился ролик, то не забудьте поставить ему лайк. А если у вас есть какие-то вопросы по компьютерным комплектующим, то вы всегда можете задать мне вопрос в комментариях или в сообщениях моей группы в ВК. Спасибо всем, кто ставит лайки и подписывается на мой канал. До скорых встреч, друзья!